Приветствую вас и говоря о симптоме, симптомах рыбарной сломки можно сказать так. Когда человек везде, во всех видит любимого человека для него, когда человек не может жить для другого человека, все его помыслы только о нем, все желания связаны только с ним. Когда человек откровенно впадает в депрессивное состояние, то есть наблюдается физиологическая, эмоциональная, психическая сломка, апатия, задухание, пассивность, это и есть симптомы любовной ломки. Когда наблюдается на границах наших органов восприятия, то есть слух, зрение, оседание, обоняние, все связано с этим человеком, то есть сам постоянно слышит его голос, сам постоянно слышит его запах, он постоянно видит он сам, а через секунду вы понимаете, что это не он. Когда вы боитесь очень сильно его потерять и готовы нам все любой ценой с ним быть, хотите его к себе привязать, готовы на любые изменения себя, чтобы он вас любил, он был с вами и так далее. И, наверное, вы испытываете негатив ко всем, кто общается с ним, кто находится в центре его внимания, причем тут даже не важно, кто это, его родные, родные друзья, или там потенциальные партнеры для любовной связи, вам просто не нравится, когда с ним общается кто-то кроме вас, вы испытываете просто, ну, практически физическую боль из-за этого. Спасите дело, любовная ломка есть, та же ломка, что и обычно, то есть когда, допустим, все тело болит, нет сил, слабо, слабость, апатия, плохое настроение и так далее, то человек появится, и тут же вы как бы оживаете, окрыляетесь, у вас появляется энергия, вы светитесь и так далее. Это любовная ломка и одновременно обновляющее любовную зависимость. Любовная зависимость есть вследствие некоторой душевной пустоты, которая имеется у человека, чтобы любовную зависимость преодолеть, нужно понять причину этой пустоты, научиться заполнять эту пустоту самостоятельно, без человека, без какой-либо зависимости, чтобы стать самостоятельной личностью, равноправной личностью, самодостаточной личностью и тогда в отношении вы будете выступать уже как равноправный партнер и зависимости вам грозить не будет. Примерно так можно ответить на ваш вопрос, если какие-то дополнительные у вас возникли вопросы, вы можете задать их в личку, с радостью помогу вам, если вам ответ понравился, сделайте его пожалуйста лучшим, буду благодарен вам. Пока желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok